Нитевым лифтингом Я занимаюсь достаточно давно, это уже почти 15 лет Это самая безопасная и в процентном соотношении самая эффективная методика на сегодняшний день, которая есть Естественно, конечно, должен быть И начнем с того, что нитевой лифтинг, он может быть как самым простым, так и очень сложным Самым простым это биостимулирующие нити, мезонити Которые устанавливаются не более сложно, нежели биоревитализация или ботулотоксин И любой врач-инжектор может себе это позволить в своей практике совершенно легко Если мы говорим о сложных лифтинговых нитях, о хирургических нитях То, конечно, может быть врачу-инжектору это просто не нужно То есть у каждого должна быть какая-то своя определенная ниша Кто-то делает маски, пилинги, крема Кто-то делает мезотерапию И делать, допустим, массаж лица Делать какие-то уходовые процедуры И при этом делать какие-то сложные лифтинговые нити Такой спектр широкий, наверное, не нужен Но если человек занимается профессиональной инъекционной косметологией Делать биостимулирующие, армирующие нити Без моментального сильного перемещения Конечно, это возможно Нитевой лифтинг, он клином вошел между косметологией и пластической хирургией И оттесняет возрастной элемент и в одну, и в другую сторону То есть если мы говорим о том, как это было 15-20 лет назад То пациенты на инъекциях, или на масках, или на пилингах Велись очень долго косметологом До 45-50 лет И потом переходили в руки пластического хирурга То на сегодняшний день Мы благодаря нитевому лифтингу Можем пациента вести на профилактических легких нитях Начиная с 30 лет, например И вести его не на 45-50 А может быть даже и по жизни Не прибегая к помощи пластической хирургии Нити из полиэксанона Это очень простые в установке И самые безопасные нити на сегодняшний день Это то, с чего нужно косметологу начинать Легко, просто, быстро, эффективно, мало травматично Чего еще надо? Эффективность и длительность эффекта Первый момент Второй момент Это стоимость этой процедуры И третий момент Который можно Некоторые люди могут со стоимостью путать иногда Это потраченные силы То есть это период реабилитации в данном случае Редактор субтитров А.Семкин